Приветствую вас! Вы знаете, на самом деле, ситуация, которую вы описываете, связана с тем, какой человек ваш муж, как вы себя представляете в отношениях с ним, как вы ведете себя с ним в отношениях, насколько удовлетворен ваш муж с совместным проживанием с вами, и насколько ваш мужчина самостоятельный. Значит, помрите. Есть ситуация. Ваша семья, да? В которой, по идее, есть свои устои, да? Свои границы личные. Есть некая мотивация вашего мужа получить определенную работу? Наверное, вы об этом знаете. О том, что такое желание у него есть. Наверное, или, может быть, даже возможно, вы хотели бы, чтобы он эту работу получил. Наверное, вы хотели бы, чтобы он эту работу получил. Ну, я имею ввиду, ваш муж, чтобы он получил эту работу, которую, которую он сейчас пытается получить. значит, ваш мужчина делает все, что считает необходимым для того, чтобы получить эту работу. он связался с человеком, который заставляет его делать, ну, определенные вещи. Да? Он связался с человеком, который мотивирует его делать определенные вещи. Вам эта история не нравится. А крайне важно понять, чем. Тем, что мужчина вышел из вашей зоны контроля, то есть, то, что он не делает так, как вы хотите, например. или то, что он идет к своей цели, используя при этом любые средства. А может быть, вам не нравится, что мужчина ставит работу выше, например, вас. а может быть, вы боитесь, что из-за этих случаев ваш муж будет хуже к вам относиться. И вы чувствуете себя не в безопасности из-за этого. То есть, по сути, речь идет либо об отсутствии доверия между вами и вашим мужем, либо речь идет о вашей неуверенности в себе и об определенных страхах. Прошу заметить о страхах ваших. Вот. Это то, что мне кажется самым главным. То есть, вы либо своему мужу не доверяете до конца вот либо вы боитесь чего-то. Ну, просто вот чего-то вы боитесь. И именно поэтому вам тяжело. В позиции транзактного анализа ваши отношения можно описать как отношения родителей ребенок. То есть, вы относитесь к своему мужу как к ребенку, а сами ведете себя как родители. У вас есть причины. А причины, я сказал выше. Но тем не менее это, как вы понимаете ничего не значит. потому что в данный момент ситуация такая. И с одной стороны здесь важно принятие личной ответственности, с другой стороны выстраивание отношений с мужем по принципу взрослый-взрослый. И с третьей стороны это работа с вашей мотивацией. мотивацией к тому, чтобы испытывать такие чувства. Почему для вас эта ситуация сложная? Как именно вы хотите с ней справляться? Почему вам тяжело с ней справляться? Вот. вы пишите я не знаю что с этим делать. А зачем с этим что-то делать? Если ваш муж любит вас и если ваши отношения с мужем развиваются эм хорошо да? эм ну в том смысле что если эм нет проблем у вас в отношениях с мужем то беспокоиться вам не о чем. Если же в человеке вы эм не совсем уверены то да проблемы есть. Но в том ли проблема? На мой взгляд это очень важный момент. На мой взгляд это очень важный вопрос. Доверяете ли вы например себе и так далее. то есть еще раз хочу чтобы вы поняли да? Еще раз хочу чтобы вы поняли. У ваших чувств есть своя основа. Ком в груди то что вы пишете да? А значит не становится легче все мне не в радость. Это ваше чувство это ваше ощущение у которых есть свои причина. Причина здесь не муж. Причина здесь ваше страхе. И вполне возможно что вы выбираете себе не случайно партнеры таких людей таких мужчин которые ведут себя достаточно безвольно то есть которые ну грубо говоря в себе не уверены вот и они эти мужчины единственное что вас удовлетворяет единственное что вас устраивает может ли такое быть да конечно конечно такое может быть если вы боитесь например одиночество допустим если вы боитесь например остаться одна если вы например боитесь потерять контроль ну это я как бы к примеру говорю вот то есть это вопрос к вам это вопрос к вам что вы чувствуете в этой ситуации как вы чувствуете в этой ситуации себя да и с чем это переживание связано и конечно неприятно что мужчина да супруг ходит по каким-то местам да там занимается сомнительными делами да курит кальян и прочее безусловно это неприятно но важно понимать одно дело адекватно реагировать на поведение человека если вы позиционируете его как равного вам а себя как равную ему и другое дело когда вы например например испытываете то что вы испытываете страх тревогу сомнения да и у этого есть свои причины и вот наша задача наша задача не справляться с этими причинами не пытаться подавить эти причины а выяснить что конкретно за ними стоит ну что конкретно стоит за вашими переживаниями вот и только когда будут ясны причины ваших переживаний как это лично вас задевает да и что лично вы делаете для того чтобы защитить например свою семью от внешнего влияния потому что если так думать то на семью может влиять вообще вообще-то говоря все абсолютно все что вообще угодно может может влиять на семью да и тут к сожалению дело не в человеке да тут дело не в ком-то конкретном тут дело в самом мужчине это первое и второе а какая мотивация для вашего мужа именно мотивация для вашего мужа что-либо менять в этой истории то есть какая мотивация для вашего мужчины что-либо изменять какая у него мотивация отказываться от своей работы какая мотивация переставать с этим человеком общаться назовите себе сами эту мотивацию, назовите ее, ее сами, и вы, я уверен, увидите, насколько то, что вы хотите, является реалистичным, направленным на мужа или нет. Короче говоря, что-то я хочу сказать, это то, что ситуация, в которой вы оказались, скажем так, в некотором смысле, закономерная. Ее закономерность обусловлена тем, как вы выстраиваете отношения со своим мужем и как вы преподносите себя. Главное понимать, что мужа, своего мужа, вы не переделаете, это невозможно. Но вот, если изменить себя, стать более независимой, например, вы вполне себе можете. И если вы этого хотите, то мы вам в этом обязательно поможем. Такая у нас, соответственно, работа. На этом я желаю вам всего самого доброго. Я надеюсь, что мой ответ помог вам. Я надеюсь, что вы сделали выводы, или сделали выводы, или, ну, или сделаете выводы. И я надеюсь, что в случае, если возникнет проблема, вы обратитесь к нам, и мы вас проконсультируем к любому из наших специалистов. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.